Вот так вот покупаешь платье на выпускной себе, а тебе вот это приходит... Просвечивается, конечно, всё пипец. Извините, я вытру. Не делайте так никогда. Ну повернись, чё ты, покажи. Вау, приготовьтесь к тому, что это видео будет очень горячим. Хочется поливать. Что ж, давайте посмотрим, что в этом неподъемном огромном пакете... Фух. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я покажу вам это. Пока я ждала эти посылки, я постепенно складывала их в огромный пакет с Икеей. И там только часть. О, блин. Не передавай, она тяжёлая. Я ждала мою посылку с Алика где-то, наверное, два или три месяца. И в конечном итоге мою посылку, ещё и не до конца... Размер имеет значение, написано на моей кружке. Я получаю в середине мать... Я умаю! Чтобы вы понимали, я не помню, что я заказывала. Блин, кот с заднего фона ушёл. Вот тут стой. За минуту до этого. Буду снимать на фоне кота, который воссел на лицо Бакова. Блин, это что? Я не понимаю, что это. Простите, а что со мной было, когда я сказала себе этот ток? Ну, топик такой, рабочего характера. Если только соблазнять фламинго. Фламинго – крупная водоплавающая птица от ряда фламингообразных семейства фламинговых. Давайте узнаем, как самка фламинго привлекает самца. Ну повернись, чё ты, покажи, ну не хватает. О, нет, не смотри на мои противные места, о, нет! Самка фламинго смущается, но в момент, когда самец проявляет настойчивость, заигрывает с самцом, подражая своими звуками аниматян. Покажи, ну всем же интересно. А чем ты наврал? Мне больше всего интересно, ну покажи. Такая плюшевая, хочется погладить. Убери свои руки, а! Самка фламинго, чтобы зацепить самца, играет на контрасте. Сначала она стесняется, но потом, когда мужчина-птица попался на крючок, наступает на него с агрессией. Прям как котик вот этого хочется погладить. Кота возьми, киску не трогай. Качество? Что с качеством? Что? Да он весь линяет! У меня есть два типа характера. Розовый пафосный лев, фламинго и агрессивная девка. Я думала, будет хуже. Одесса, алика номер два. Короче, мое прошлое видео на эту тему Ютуб заблокировал. Он подумал, что это слишком сексуальный контент. И что он его сделал? Он выключил на него монетизацию. Ты забираешь мои гроши, ничтожный богач. Так, ну вот это вот уже выглядит поинтереснее. Ооо, какое шмэкши-шмэкши платье. Короче, я надела это платье. Простите, а как в этом ходить? Типа, оно же супер короткое. А у меня рост как бы не на 62, а это не супер высокий рост. Как в этом, мать его, ходить? Как в этом ходить? Давайте посмотрим по степени похожести. Ожидание, реальность. Что хочу сказать? Явно у этой... Вау, офигенное платье, где ты его купила. Очень классное. Мне оно так нравится. Надеюсь, ты можешь его часто носить. Слово, реакция. В общем, давайте посмотрим. Ожидание, реальность. Что я могу ответить? У этой женщины платье как будто бы немного длиннее. И это при том, при том, что вот здесь у нее больше, здесь у нее тоже больше. Если бы, извините, у меня здесь было бы сильно больше, то это бы было здесь. Кстати, там не видно, когда я хожу? Мы говорим про трусы. Если на паузе здесь, то видно. Блин, на сколько видно от этого до 10? На 9. Ой, очень видно. Ладно, переоденусь, мне некомфортно. А ты ждешь, Алика, номер 3? Новый пакет, новые ценности. Что это? О, боже. Я реально не понимаю, в каком настроении я... Что это? Блин, ребят, посмотрите, какое плохое качество. Это вообще, типа, кто это шил? Даже я шью лучше, а я шью очень плохо. У-у-у-у. Гориллы в основном питаются растительной пищей. Я чувствую себя вонючим бабуином. Это кошмар. Блин. Платье за полторы тысячи. Самое дорогое платье за мои покупки. За что? Я плачу свои гроши. Господи, какой кошмар. Вот так вот покупаешь платье на выпускной себе, а тебе вот это приходит. Что это за финтифлюха? Ребят, это кошмар. Я в ужасе. Вот посмотрите, как это должно быть и как это выглядит. Хорин, мягкий знак, твой товар мой хороший. Ну, короче, полетела на крыльях ночь. Ладно, мне надоело. Это следующая одежда с Алика. I am absolutely не помню, что вот в этой вот большой фигне. Явно что-то большое. В этой большой фигне целая куча маленьких фигов, прикиньте. Вот эта вот штука, она была полностью забита пакетами. Ребят, я вообще в шоке с себя. Сколько денег было потрачено? Сколько денег я потратила на это все? И главное, зачем? Я не знаю, что у них отражено, конечно, никогда бы не додумалась. Но тут представляете, тут как бы козел, который в звездочке. Звездный, так сказать, козел. Выглядит прикольно. А не знаю, зачем мне это, но козел в звезде. Еще одна вещь, что это синее. В каком-то время я решила купить себе что-то синее. Я вообще не ношу синий. У вас есть какой-нибудь цвет в гардеробе, которого у вас нет? Ха, у меня это синие вещи. Синих вещей у меня нет, но постойте. Это же не просто синий. Оно как бы сине-розовое. Это ультрафиолет. Вау. А вот это платье девочки мои другие и мальчики, особенно мальчики, вам понравится. Просто мега класс. Вы на него посмотрите. Я наступила на шкуку кота. Это просто шикарно. Жаль, что когда у тебя плоская фигура, это, наверное, выглядит не так эффектно. Спойлер, мне нравятся плоские женские фигуры. Но я прям в полном восторге. Оно такое красивое. Оно такое яркое. Просто оу май гад. Давайте посмотрим, что будет до горячее. Яву и розу или это платье? Проверка. Что лучше? Это платье или то, что здесь Ида прикрывает сосок? Да, на этом плакате, как вы видите, я сделала Иду, который прикрывает то, что здесь торчало. Ида хороший мальчик. Прикрывает лишнее. И делает пинок, типа, уходи отсюда, тварь. Не спрашивайте, что вообще здесь происходит. Мы отсюда просто уходим. Недавно кто-то в комментарии мне написал, что всем привет, я новенький на этом канале, я не понимаю, что на лице у этой картины. Это лицо лица. Здравствуйте, молодой человек, как ваши дела? Мне кажется, сегодня мы идеально подходим друг к другу. Одежда Салика, которая была после одежды Салика. Также я заказала себе Юльку-шпульку, ой, простите, какую-то штучку. Она выглядит вот так. Это тоже какой-то камень кровавой луны. И я не понимаю, что, зачем я это заказала? Камень кровавой сись, я не знаю, можно еще более не смешно пошутить? Да, можно, но я не могу. Так, ну я здесь вижу по шашке, что это уже что-то более в моем стиле. Но что бы это могло быть? Ну за что? За что такое, блин, опять говно качество? Я не понимаю, это единственная норм вещь, которую я планировала отсюда носить, и мне придется ее носить. Но это же говно качество. Посмотрите, насколько она плохая и бесформенная. Даже так очевидно, что она выглядит ужасно. Ё-моё, ребят, как оформить возврат? Ну, типа, реально эта штука стоила больше косаря. Она по качеству работает рублей за 50. А то, знаете, помните, у меня было платье за 50 рублей? Платье за 50 рублей по качеству лучше, чем это. Это просто кусок ссамины. Кот, обосы это и вернем назад. Кот! Ладно, все, больше не будет чего-то. У этой коробки была еще одна коробка. Господи, что туда? Там парик какой-то или что это? Это ботинки? Ребята! А вот это уже контент такой. Поинтереснее будет. Посмотрите, какие я себе заказала ботинки. Блин, так радуюсь. Я даже реально не помню, что я заказывала. Они просто охренительные. Буду снова ходить на каблучках, девочки. Снова, чтобы все думали, что мой рост метр семьдесят восемь, а то и выше. Вот так вот буду теперь каждый день ходить по улице. Пусть все знают, что я новая Лиса Абами. Новая, лучшая версия. Тут были еще одни, короче, ботинки, которые вывалились. И они выглядят вот так. Вот эти я помню, в каком момент заказала. Короче, я когда была на отдыхе, у меня буквально такого же плана ботинки. Прям развалились. Вот здесь вот, представляете? И я все решила заказать с Алика подобные. Раз уж не с Алика ботинки за несколько тысяч рублей развалились, то зачем вообще париться, если можно заказать то же самое с Алика? Они идеально нам не сели. Кстати, у меня очень неприличные носки. Вах, смотри, какая красивая одежда с Алика. Вы сейчас сдохните. Я заказала себе флаг с Шреком. А еще меня очень сильно доставляет качество этого флага, потому что буквально здесь следы от ручки. Я в полном восторге и в ужасе одновременно. Короче, мы будем клеить, пока сюда. Нормально. Это Шрек. Возможно, Шрек Титан. Он был бы звероподобный. Ой, что-то очень с дырками. Наверное, топит мой этот самый любимый вещь из покупок. Не считая середнего платья. Выглядит прям, конечно, вот так вот. Можно ходить, я считаю, на свидание. На свидание хорошо в таком ходить будет. Ты сразу понравишься. Ой, я его испачкала своим средством для подмых. Извините, я вытру. Не делайте так никогда. И еще один пакет был вот такой вот желтый. Что же там? И ботинки здесь, ну, примерно такие же, как и тут. Я просто подумала и решила, что вдруг мне одни не подойдут. У меня хотя бы будут другие. И в других будет норм. Ну, и вот эти немножко повыше. А еще хотите угореть? Знаете-ка, эти ботинки называются? Они называются Шейн. В общем, такое видео получилось. Ребятки, прошлое видео, ох, рекомендую вам его посмотреть. Потому что там какой-то, конечно, контент. Всех люблю, всех целую. Пока.